Всем привет! Это история от Анонима. Сейчас зачитаю историю. Очень интересно, грамотно, хорошо составлено письмо. Если у вас есть комментарии по этому поводу, пообсуждать, дать советы, вообще, что думаете по этой истории, напишите в комментариях под видео. Давайте приступим. Добрый день! Прошу помочь мне разобраться в этой ситуации. Мне около 25 лет. Я встречаюсь полтора года с турком из Стамбула. Он рос и родился в этом городе. Его родители не живут вместе уже больше 18 лет, но они не состоят уже в официальном разводе. Они все еще на документах вместе, но вместе не живут 20 лет, почти 18. Его отец живет, по факту, на две семьи. Одна семья в Турции, а вторая в России. От турчанки у него четыре сына, с одним из которых я и встречаюсь. У отца бизнес в России, где работают все его четыре сына от первого брака. Мы с ним познакомились в России. Отношения у нас развиваются гармонично. Ну, он назовем такой, его имя дадим Мустафа. Он показал себя заботливым, надежным, трудолюбивым, добрым парнем. В общем, хороший человек. Однако, есть один нюанс, который не дает мне покоя. Один из его братьев, назовем его Мехмед, очень и очень ленивый, эгоистичный, глупый, ревнивый к успеху остальных братьев троих в семье. Он постоянно пытается очернить Мустафу в глазах отца и является нескончаемым источником проблем в семье. Раньше я этого не замечала, но сейчас я не знаю, как мне поступить в этой ситуации. Мустафа всегда решает проблемы Мехмеда, прощает ему все. И даже дабы помочь этому идиоту ежемесячно, многие годы он отдает ему деньги с ренты собственной квартиры в Стамбуле. У Мехмеда есть жена и ребенок, что он, что его жена не умеют планировать свой бюджет. Паразитируют на Мустафе и всей его семье. Ну, знаете, в семье не без ребенка не выросшего. Классика вообще семьи турецкой. Мехмед начал работать только 30 годам, а до этого возраста гулял по клубам, не учился, не работал, развлекался. В то время как парень девушки, Мустафа, тащит в семью свою 16 лет, обучался в университете, параллельно работал, помогал папе. Заботился о брошенной матери и остальных братьев, которых папа нашел вторую семью. Мехмеду купили квартиру, полностью обставили ее новой мебелью, оплатили его свадьбу и прочие расходы. Вот этот вот, который ребенок еще не выросший. Его жене к свадьбе отдельно от Мехира мама Мехмеда и Мустафы оплатила ринопластику, отопластику, виниры, мамопластику. Запомните этот момент, мы попозже к нему вернемся. То есть, короче, ее свекровь хорошо в нее вложила деньги, в невестку турецкую. А в благодарность, в кавычках, за все это, ее сын Мехмед со своей женой не посчитали нужным оплачивать даже коммунальные счета, копя огромный долг, который вылился просто в отключение света в квартире в Стамбуле. В итоге, мама Мустафы оплатила все эти долги своего кошелька. При этом Мехмед и его жена продолжали быть безработными. Они жили по факту на деньги Мустафы, это парня-девушки. И ни в чем себе не отказывали, попутно продолжая делать гадости моему молодому человеку. В итоге, мой молодой человек приехал в Россию, начал работать на отца. Нет у отца образования, но у парня ее, Мустафы, он имеет высшее экономическое образование, папе помогает поэтому в бизнесе. Через некоторое время приехали еще его жена и ребенок, это брата. Пару предложений назад просила запомнить момент с его женой. Так вот, на все добрые дела, помощи, подарки, которые делала мать Мустафы, этой женщины. Она отплатила тем, что продала свою всю новую мебель за бесценок, поссорилась в итоге с матерью, обвинив ее жадности. И оказывается, мама Мустафы должна была переписать квартиру еще на нее и на ее Мехмеды. И та забрала бы деньги, хотела бы забирать деньги за аренду этой квартиры, чтобы они условно в Россию переехали, они ее сдавали, деньги с этого получали. Но мама Мустафы отстояла свое, и будучи шокированной такой наглостью невестки, невестка в отместку уехала в Россию и не дала внуку даже попрощаться с бабушкой. Классика вообще. Обнаглевшие тянут, им прервали канал денежный, она ребенком манипулирует. Классика. И только сейчас, когда они все начали жить в России, я увидела несколько, насколько плачевная ситуация. Мустафа не может отказать своему брату Мехмету. Тот не ценит ничего, что делает для него Мустафа. Он постоянно унижает, оскорбляет своего брата. Простой пример с машины. У Мехмета нет авто. Он берет часто чистую машину Мустафы, и к концу дня салон автомобиля просто в мусоре, в пакетах, в крошках, в каких-то вещах. И так повторяется каждый раз на замечание Мустафы, что Мехмет со своей женой плевать хотел даже, и кажется, они делают это специально, чтобы ему как бы нагадить. Однажды я не выдержала, и все им высказала, я просто хорошо знаю турецкий язык. И я получила завуалированный ответ в стиле «ты здесь никто, и звать тебя не так, как бы заткнись». Мы много раз говорили с Мустафой на тему того, что как бы пора перестать нянчиться с братом, которому вообще-то скоро уже 40 лет будет. Не нужно оказывать им медвежью услугу и пытаться добиться их одобрения или любви получить. Хорошего отношения к себе хватит. Однако Мустафа привык жить и вариться вот в этом котле. Брать ответственность за всю семью, получать благодарность в виде плевка в душу в ответ. И для них это норма. Кстати, Мехмет с женой живут в России в квартире Мустафы и не считает нужным платить за услуги ЖКХ даже. Попутно просто создавая новые проблемы и долги, и еще устраивают какие-то конфликты. Ко всему прочему, отец Мустафы также постоянно срывается на нем, отчитывая за каждую мелочь, заставляя работать без выходных, счастлив свалить всю ответственность на своего сына по работе. А что касается Мехмета, а он у них работает в компании обычным подсобным работником. При этом зарплата у них у Мустафы и Мехмета абсолютно одинаковая. На мои вопросы, как так вообще получается? Мустафа лишь пожимает плечами и говорит, ну он же мой отец, я не хочу с ним ссориться, и все равно ничего не изменится, если я с ним поговорю. В итоге Мехмед поссорился, поссорится, нарвет и через пять минут, как ни в чем не бывало, общается дальше. А потом мой парень Мустафа днями ходит, размышляет, а почему так произошло, почему сказал тебе слова, и все в этом духе. Вижу, как ему тяжело, но понимаю, никто кроме его, самому ему не сможет помочь. Верно говорите, это точно. Последний из таких разговоров я поставила ультиматуму Мустафе и сказала, либо он решает, наконец, этот вопрос с братом и перестает во всем потакать ему, либо мы с ним расстаемся. Я не знаю, правильно ли я поступила и возможно ли, чтобы человек по щелчку изменился, но я прекрасно понимаю, чем такая ситуация может обернуться уже для меня в будущем, если мы продолжим с ним отношениям. Я не хочу быть, как Мустафа, жертвой или спасателем, а-ля непризнанным героем каким-то, и постоянно жертвовать своим временем, финансами, ради семьи и ради их капризов. Итак, помогите, пожалуйста, профессиональным взглядом со стороны. Есть ли шанс изменить эту ситуацию или Мустафа уже сросся с этой ролью спасателя и жертву в одном лице? Есть ли третий выход, кроме как терпеть или расстаться? Спасибо за вам, за контент. Честно скажу, третий выход есть, если Мустафа захочет. Мы видим, что Мустафа не хочет, так что у вас третьего шанса, прям как есть, говорю, не остается на самом деле. Это его выбор. Вы молодец, очень четко психологические моменты подмечаете. Я-то не терпила. Я не собираюсь их обрабатывать, не собираюсь им делать хорошо, жить на них, жертвовать чем-то или спасать, потакать им. Да, совершенно верно. Это вообще вот то, что вы описали, события. Это классика. Я часто такое вижу. Это вообще не редкость в Турции. В семье не без вот такого братика наглого, обнаглевшего, ребенка невыросшего, которому надо, ему все должны, эгоиста. И жена у него соответствующая подобралась. И всегда есть старший либо младший ребенок терпила, который всех все тащит. В чем проблема? Вообще не в братьях, да. Вы понимаете прекрасно, в больных отношениях родители. Папа ушел, оставил жену с четырьмя детьми, не развелся до конца, связь не прервал. Все удобно, короче, устроить за счет вашего парня, скажу. И вся ответственность за папу легла на плечи вашего парня. Он, как и говорил, спасал свою брошенную мать. Проблема еще матери в чем? Что она инфантильная. Ну, к ней вопросов мало. Я понимаю, в принципе, да, из какой она семьи и так далее, что от нее ждать взрослых поступков, ну, такое себе, да. Она четырех детей родила, и мы не ждем, что она, в общем, собралась, пошла работать или еще что-то. И почему она не разводилась? Потому что АИ, а второе, он просто хорошо содержал их. И разводиться, это остаться без денег, ну, развестись от как получить, это одно. Но деньги имеют свойство заканчиваться, правильно? И при разделе имущества, условно, у нее какой-то лимит бы был денег, он закончился в один момент. И ей бы что пришлось? Взрослеть, становиться взрослой, брать ответственность. Не вашему, скажем так, парню, спасать ее семью и маму, в частности. Да, ей за счет пришлось бы, короче, котелок бы варил, пришлось бы идти на работу или вообще посмотреть, как жить. Или искать другого мужика, условно. А кто, спросите, с четырьмя детьми, кому это тоже надо. Хоть и турки, конечно, семейные-семейные, но, спросите, четверо детей, извините. Это тяжелый случай, да? Я в том плане, что тут подумают об этом, да, тоже. И она что, нашла классную? Она хорошо устроилась, мама, она жертва, да. Сыночек спасает, помогает, он теперь мужика заменяет у нас в семье папу. Папа денежки присылает, плюс еще детям, да, протекция. Значит, все при папе подвязаны. По факту, вот эта вот жизнь, на две семьи, на два дома. В России тоже хорошуюся женщину нашел, которая не против от него рожать, семьей быть. Почему? Деньги. Здесь вопрос, вот собралось такое клакомое, меркантильное на самом деле. Вы видите поведение его брата, что бабки все решают. А брат вообще просто наглый в клан, да. Ему никогда не говорили нет, и я даже скажу почему. Потому что у родителей чувство вины за развалившуюся семью, детки. Вот, короче, вот эта инфантильность, она тут начинается от всех. Начиная с родителей. И один адекватный, это ваш парень. Но адекватный на сколько? Ну, выросли ли его эти обстоятельства спасателям через чувство вины, чувство долга и очень высокую тревожность. Что его держит от этих перемен? Страхи. Страх быть отвергнутым. Страх потерять, любовь, одобрение мамы, папы, брата там это вторично, но тоже туда. У него куча страхов. Он не уверен в себе. Он может быть уверен, хороший, успешный в работе где-то, да. Деньги зарабатывать. Но по жизни, как человек, вот в этих межличностных отношениях с родственниками, он от них максимально зависим. Вы же здесь вопрос права. Вот, знаете, двойственный вопрос. Про меня правильно ли я поступила? Психологически, да, вы поступили абсолютно правильно. Выбор за ним. Я, к сожалению, понимаю, что, скорее всего, его выбор он сделает такой, что он расстанется. Его страх потерять вас не такой сильно, как страх потерять всю семью, братьев и так далее. Если мы говорим о третьем пути. Третий путь каких-то перемен, только если будет его желание. Для того, чтобы у него появилось какое-то желание вообще, да, и он начал что-то вообще со стороны видеть, что это он как бы об этом с вами поговорил, кажется, что он что-то понимает, да, что это не окей. Ему говорите, давай поговорим, прекрати так поступать, вестись у них и так далее, на поводке у них быть, да, на коротком. Но реакция говорит-говорит, но ничего не делает, потому что страх есть. Я вам так скажу, ничего он по факту не понимает еще. Вот ему надо максимально изолироваться от них и посмотреть другие стереотипы, модели поведения. Для этого нужно время. Они очень видите в тесной связи и на работе, и в семье, и во всем. Ему нужна другая семья, другая жизнь, помимо этих людей, меньше с ними контакта. Например, он общается с братом на работе, по работе, но обрезает, там, не знаю, вот эти, про квартиру, там, про аренду, живут в его квартире, не платят же, пусть платят же. То есть какие-то моменты, где он им делегирует ответственность, они становятся взрослыми, сами за себя отвечают, на свою зарплату живут. Ему явно надо жить отдельно, например, как мы это делаем с вашей стороны, да, вы живете вместе, вы ему показываете другую. Модель поведения, ему надо почувствовать, что деньги теперь нужно не только им отдавать, но и на свою семью и так далее. И это может, это есть вариант такой, это может пройти только в процессе ваших отношениях роста. То есть когда вы поженились, родили ребенка, у вас образовалась ячейка, куда нужно деньги вкладывать. У него когда появится вот этот противовес, типа брату отдавать или на свою семью тратить. Вот у него тогда начнет коротить, клинить как-то, и вот эти мысли начнут появляться. Сначала он будет где-то растерянным стараться всем угодить, но в итоге силы закончатся, он поймет, надо делать, вот тогда он этот выбор сделает. И здесь вопрос, а вам до этого выбора вообще идти? Нет? Долго ли? Коротко ли? И вообще надо это или нет? Это только за вами желание. По правильному, по здоровому, по психологии, конечно, надо ставить вопрос ребром сейчас. Потому что в эти отношения сложные, с очень переломанными личными границами, с чувствами вины и манипуляциями, это будет тяжело. Но я не скажу, что это невозможно. При правильном подходе, при правильных словах и поведении вы можете, скажем так, дать ему модель здоровых, нормальных отношений, чтобы он наконец-то смог, знаете, что сделать? Надо сепарироваться и делиться от своего брата и от своих родителей и стать, как сказать, ну, достаточным, свою ячейку организовать, свою семью. Вот мы с вами сейчас в отношениях, он с семьей родительской, в семье он до сих пор с братом, они все кланом живут просто, переехали всей толпой и в России там существуют. Короче говоря, у него это получится, когда появится его семья. Да, это трудно, шатковалка, но можно к этому прийти. Будет трудно, да, и вы там будете явно нелюбимой, совсем пересретесь. Максимум вас будет любить ваша свекровь, его мама, которая очень хотела бы, чтобы так ситуация развивалась, чтобы дали условно на место невестку Инге поставили предыдущую, да. Она с вами легко в коалицию войдет, вообще любимой невесткой будете, вообще безуправно поддерживать, помогать, что им будет. А с этими, конечно, вы все переругаетесь, перелопатитесь, и вас там никогда любить не будут его брат, сестра и его папа, скорее всего. Типа, условно, пока ее не было, у всех все было нормально. Тут приперл сыночку нашу подгребла, под свадьбу забрала, и он теперь нам всем границы не позволяет нарушать, и с него тянуть, как всегда. Короче, я знаю немало таких ситуаций, когда такие моменты менялись, но для этого нужно время. Вы должны стать семьей с ним, вы надружны другие модели поведения. Это у вас легко пойдет, потому что он живет за границей в России, не в Турции. В Турции это было бы очень трудно, но возможно, я тут даже в Стабультике истории знаю, смену этих ролей поведения. В России будет проще, у него, скажем так, окружение другое, культура вокруг другая, ему это будет легче все это сделать и так далее. То есть вам просто ситуация в руке, обстановка, в которой вы будете находиться, больше водить по друзьям, семьей своей знакомить, с родственниками, общаться и так далее. Только вам надо для начала решить, вообще это надо или нет. Если у вас там четкий запрос, я не хочу быть спасателем, тянуть, толкать вот это вот все за кого-то что-то делать, четкое понимание, молодец. Если вам это не надо, в этот замес вообще заходить, не заходите. Вы сейчас в классный момент, у вас, кстати, в порядке все с тревожным звоночком, вот вы его увидели, оценили, правильно поступаете, даете оценку всему. Делайте выводы, короче говоря, готовы вы на это подписываться или нет. Посмотрите, что он вам ответит, страшно ли ему вас потерять. И даже если он с вами останется и скажет, начнет обещать, что я обещаю, выбрал тебя, я буду им давать какой-то отпор, не дам себя все тянуть и т.д. Классно звучит, по факту он первое время это вообще делать не сможет, сразу говорю. Ему нужно наставлять, нужно давать паттерны нового привычки поведения, новые научения у него должны позитивно подкрепленные быть. И ему нужно показывать, где надо ему брату так сказать, где так. Ну, условно, это же не в прямую училка, да, но очень мудрая жена будет девушкой, как поступалось, он согласился, все окей. Мы с тобой вместе, я постараюсь, он сам, скорее всего, чувствует, что ему тоже это дискомфорт доставляет уже. Например, история про машину, да, более жестко как-то, более веско, опять взял машину, покатался там срач, а он ему, вы ему говорите, например, опять грязно, смотри, что делать будем, да, опять, ну, он, наверное, по-мягкому, ну, вот они опять в очередной раз, ничего типа новенького. А вы такая, давай ли мы сделаем условия, если в следующий раз вернуть машину, мы ему больше ее не дадим. Уверена, опять такое происходит. Он, дай бог, с вашего вот этого подсказки проговорил эти условия, они их нарушили, вы им больше машины не даете. Вот такси, пожалуйста, я почему, какие проблемы вообще, каршеринг есть, такси, общественный транспорт никто не отменял. В Москве или там в России, где вы жители, не важно, в метро, в основном, в крупных городах, я говорю, как бы, окей, да, как-то же люди другие живут, вот, ну, или машину себе покупают, в чем какие проблемы, да, для нее заработать надо и так далее. Вот в этих моментах всему нужны подсказки будут сто процентов, когда в какой момент стопорнусь и что сказать, потому что, о, простите, всю жизнь в этом жил, у него нету навыков выстраивания личных границ в семье. И ему кто-то должен показывать сам, не сообразит от него, это первое время не ждите, ему надо втянуться в процесс, понять, что такое личные границы, чего, как, когда говорить, останавливать и так далее. И тогда он только начнет это все расставлять, если захочет, то есть вопрос только его желания. Вот так, что я вам отвечу. Спасибо за внимание, пишите комментарии под видео, в инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей, подписывайтесь. И моя почта, тема письма, письмо от анонима, тогда вы можете прислать вашу историю анонимно, я ее зачитаю и дам какие-то рекомендации, реакции на канале, это не является психологическим консультированием. Сразу читаю с листа, и как вы хотите, чтобы прозвучала ваша история, там, без каких-то имен и так далее, там, дам появок, пароли, так сразу и пишите. И второе, если вам нужна психологическая, индивидуальная консультация, психологическая, это тема письма, консультация, я вам вышлю условия. Спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока.